здравствуйте дорогие друзья я рад вас снова приветствовать мы находимся там же фойе культурно досугового центра заречья сегодня второй день турнира собрать за 24 часа и несмотря на то что первый день был очень напряженным моделисты бодры и веселы полный энтузиазма многие уже приступили к финальной отделке покраски ну и соответственно мы можем сейчас подняться и посмотреть сами своими глазами что там происходит и Субтитры создавал DimaTorzok Кроме того, я являюсь организатором выставки Minimax и соответствующих проектов, связанных с Minimax То есть собрать за 24 часа – это тоже некое мероприятие, которое мы проводим именно в рамках выставочного проекта Minimax У меня еще есть детский проект, который называется «Розовый слон» Когда мы собираем родителей и детей за одним рабочим столом, и они собирают у нас модели Эти модели, которые участвовали в выставках Minimax в последней выставке 2019 года Здесь частично модели моих кружковцев, модели мои и модели моих друзей Которые ввиду каких-то обстоятельств, пока их не могут забрать с выставки, и они здесь вот находятся Радуют глаз наших посетителей Так, здесь у нас второй турнир и первый турнир 2015 года и 2016 года Вообще прошло 8 турниров Во время турнира распечатали Они успели даже расписаться И там, и тут То есть была возможность такая Мы быстренько съездили, пока там они что-то делали Я смотрю, те же ребята участвуют Очень многие здесь, сегодня, кстати, очень много Приходят повторно, повторно, неповторно Потому что это заряжает очень сильно То есть атмосфера, которая складывается, особенно ближе к концу первого дня Это немыслимо просто Это и лица, когда они начинают уже, у них начинает кипение На утро они приходят, после ночи приходят, у них уже расписаны планы И вдруг эти планы могут в какой-то момент не сложиться То есть они же все хотят победить Понятно, что они тут не ради каких-то там денег, да? Денег-то, собственно, и нету То есть атмосферу не передать Хорошо, мы сейчас находимся в кружке, я так сказать Да, помещение кружка стендового моделизма При Дворце культуры Заречья Здесь вы учите детей? Здесь я пытаюсь учить детей, да Как вы получаете модели? Покупаете ли? Дают ли вам эти модели? Спонсируют? И кто? Все эти модели, которые здесь находятся Это или мои, или моих друзей, которые мне их дарят Или модели, которые зарабатывают мои дети на турнирах, на выставках Ну понятно, призы и подарки Призы, подарки, чаще всего это вот моделисты, которые, слава богу, их много в Москве И не только московские Они просто дарят нам модели, те, которые они в силу каких-то обстоятельств Или не могут собрать, или потеряли к ним интерес Друзья, у нас есть первая завершенная модель Моделист Богачев Роман закончил свой самолет в номинации авиация Давайте поговорим с ним Он расскажет нам про нее немножечко Как он ее делал, что она из себя представляет Роман, вам слово Добрый день, добрый вечер Данная модель производителя Эдуард Значит, это Аэрокобра 48-й масштаб Делалась довольно легко и просто Немножко, значит, использовал отравленных деталей В качестве доработки интерьера Это приборная панель Это ремни безопасности, скажем так Выбрал вот такой интересный вид камуфляжа Рассветки, то есть это самолет По идее он после какого-то ремонта То есть некоторые панели у него выкрашены в другой цвет Что говорит о том, что либо они перекрашивались, либо были сняты с другого самолета Я красил в основном красками Красками Тамия и Ганза Без всякой грунтовки Без пришейдинга Ну пришейдинг, если честно, мне не очень нравится Я использую, так скажем, постшейдинг То есть мат дымчатым лаком от Тамия Я прохожу по всем панелям Делая такой панельный эффект А вот такая вот смывка прекрасная получилась у вас У вас прямо выделенные заклепочки, выделенные швы Чем вы ее делали? Это смывка Даквош от АК Интерактив, по-моему Если у меня не изменяет память Наносится она легко и просто Обычной тонкой кисточкой По швам, по заклепкам Можно даже не особо целясь Не попадая прямо точно в шов Просто вот так провести по направлению шва Дать ей высохнуть полчаса-час И обычной бумажной салфеткой Все это стирается без всякого white spirit И тому подобных вещей Друзья, я вас хочу познакомить с замечательным человеком Этот человек в свое время помог мне с моделью Як-130 Я собирал его у себя на канале Очень помог Он, наверное, кладезь информации по авиации Зовут его Денис Сопрыкин К сожалению, модель он собрать не успевает Потому что у него в модели оказался брак Давайте мы дадим ему слово И послушаем, что он скажет нам по этому поводу Ну, в данном случае у меня был Як-3 Который я пытался собрать и сделать Ему смотрят полка Нормандии Неман Козырек фонаря Оказался раньше вынут из пресс-форума Чем должен был быть вынут, по идее И оказался раскрешенный То есть шире, чем посадочное место Его на фюзеляже Как бы сказать Не то, чтобы это была большая беда В принципе Это все исправимо Это все поправимо Но это просто требует времени Несколько дней на просушку На точечную подклейку На прижимку Да, именно фонаря по месту уже Соответственно Ну, поскольку фонарь уехал абсолютно То модель доделывать У него уже смысла никого нет Потому что все равно Не будет смотреться модель самолета А будет смотреться именно игрушкой С какими-то дикими совершенно элементами Соответственно Ну, я принял волевое решение В данный момент прекратить этот конкурс Что я хотел бы сказать по модели Модель-то очень интересная у звезды получилась Очень хорошая Очень Продуманная в деталировке Несмотря на то, что есть небольшие нюансы Которые стоит заменить Ну, вот если обратить внимание на кок-винта Вот у меня родной Кок-винта заменен смолиной От фирмы Вектор Соответственно Потому что, ну, родной просто неправильно сделан А деталь очень легко заменяем И очень просто Приводит вашу модель в чувство Так сказать В хороший внешний вид Посоветовал бы приобрести отдельные патрубки На эту модель смолиные Я думаю, что вы все прекрасно знаете Да, кто же сюда ставится В принципе, что можно было еще посоветовать Это сделать стволы пушек И трубку-пито, которая тачит из левого крыла Из игл От шприцов Опять же, было принято творческое решение Кабину смоленую не добавлять Единственное, что я апгрейдил Это добавил ремни Ну, кстати говоря, вот еще маленький лайфхак Так, вы когда делаете ваши модели Я очень рекомендую Изначально фонари приклеивать Либо на ПВА Либо на клей Crystal Clear От фирмы Microscale Очень хорошая штука Он, в принципе, может и на прочих приклеить фонари Но он на основе ПВА И, в принципе, дает всегда возможность Фонарь либо снять, либо переклеить Потом, когда вам будет удобно Но, как сказать Секретик в том, что удобнее с ним красить Получается То есть, вы фонарь приклеили На место поставили Как вам нужно Сделали, образ говоря, закрытым ее изначально Модель все окрасили Движную часть сняли Отклеили Соответственно, ее сдвинули Куда вам нужно У вас и кабина открыта И все покрашено хорошо И ни с кем лишним масками Вы не геморроитесь Дорогие друзья У нас готова вторая модель В разделе авиация И закончил ее Соловьев Алексей Вы его все знаете Наш великий БТТшник Вот, самолет он так же делал В стиле БТТ Давайте дадим ему слово Он расскажет про нее немножечко Как он ее делал И что это за модель Какой набор Алексей Всем здравствуйте Модель от компании ICM Применялась дополнительно Фототравление от микродизайна И фототравление от фирмы Эдуард В основном для того, чтобы сделать Правильный кабинет Выражаясь авиационным языком Авиационных моделистов Кокпит или кабинет Называют по-разному Для меня это первый опыт был По работе с самолетом Бипланом Именно До этого я, в общем-то, их не собирал По-серьезному Окраску выполнил я в стиле БТТ То есть с определенными элементами Высветлений, выгораний поверхности И так далее Машина делалась конкретного прототипа Поскольку по условиям этого конкурса Нужно было выбрать самолет Определенного героя, аса Я выбрал модель Машину капитана Соловьева Который воевал на Северном флоте На этой машине целый год После чего он На этой машине перешел уже в другое подразделение Собственно говоря, и погиб На фронте этот человек Уже в звании майора На этом самолете он совершил Множество вылетов на штурмовку немецких позиций В том числе на этом самолете Имеет лично сбитых, по-моему, 7 Немецких самолетов И еще 2 в группе То есть на таком, казалось бы, очень простом истребителе Биплане человек совершал очень серьезные героические подвиги Был героем Советского Союза Вот, поэтому его машину я и выбрал Декали были в наборе от ICM На этот вариант Вот, мне осталось только все это дело Собрать вместе и покрасить Расчалки были для меня вообще впервые Сегодня я впервые попробовал Я посмотрел метод их изготовления В интернете, на ютубе Как делают разные мастера И взял для себя вот такую методику То есть это проволока-мононить Леска, точнее, мононить Для бисероплетения 0,20 или 0,2 мм Изготовил самостоятельно гильзы И стянутые ватные палочки Путем ее нагрева над огнем Нарезал по 2 мм И дополнительно, просверлив 0,5 сверлом отверстие в пластике Туда вставил проволочные колечки Колечки делаются тоже просто То есть мы берем проволоку 0,2 мм Навиваем ее на сверло 0,5 И хвостик закручиваем Получается у нас колечко И каждое такое колечко вставляется в отверстие Через них проходит леска И зажимается этими гильзами То есть вот такой вариант Есть еще более сложный вариант Более интересный, который для самолетов Первой мировой войны Ну, может быть, как-то попробую, не знаю Из чего на двигатель вот эта вот серебряная полоса? Да, это стяжная лента, которая была вот на тех самолетах Истребителях модели И Она сделана из пленки самоклеящейся Бара Метал Фойл Это американский производитель, который выпускает пленку, самоклейку В данном случае эта пленка называется Хром В основном она рассчитана для создания молдингов на моделях автомобилей Ну, я вот применил ее вот в таком качестве Так, что у нас снизу? Ну, снизу все, в общем-то, как на танке Покрашено вот в таком же стиле То есть усилены тени в определенных местах Я смотрю, белой краской сделал выделение, да? Ну, делал и краской, и масляной краской работал И лаками цветными работал Краска какая? Ну, голубая, в основном вся ганза, либо томия Я сейчас уже не помню номера Вот, но в основном этими всегда работаю Ну, и, конечно, потеки от выхлопа, который Жидкости технические, набегающим потопом А их чем сделал? Это я делал аэрографом, надувал просто 19x19 лак И смесь черной и коричневой краски Сильно разбавленной, легкие проходы делал Ну, собственно говоря, и все Так что, ничего трудного Конечно, можно было, наверное, еще более доработать В плане копийности модель Но для меня и так хватит Поэтому я, собственно говоря, все, что я мог, я сделал Я не любитель всю вот эту вот матчасти Вообще сборки Я люблю вот именно красить Это я люблю больше всего Поэтому Модель вышла прекрасная Ну и летающий танк Да, она прям как настоящая модель Со всеми потертостями, со сколами Все как должно быть Спасибо большое, Алексей Будем следить за вами Посмотрим, какие баллы вам поставят Ну, будем ждать общего жюри Так, Владимир, вы успели собрать до назначенного времени Расскажите нам про свою модель Уж очень необычная здесь камуфляж и раскрас Ну, попытка была сделать модель под Су-57 Совместить, так сказать, тематику Соседство авиаторов с соседством любителей бронетехники Но в целом я не очень доволен результатом Почему? Я очень много времени потратил на сложный камуфляж Выкладывание масок И в итоге многих вещей просто не успел сделать Поэтому модель выглядит полусруем Ну, нету масла Нету какой-то запыленности Гусеницы практически без тонировки Сама тонировка очень рваная, неаккуратная из-за спешки Да, я просто никогда не видел такого камуфляжа Первый раз вижу именно на БТТ Но она же всегда зеленая, а здесь вдруг синий цвет Именно зеленое делать не хотелось В общем, вы хотите просто отличаться Чтобы оно отличалось от всех зеленых-зеленых-зеленых-зеленых Ну да Выезжаем на неформате, насколько можем Ладно, спасибо большое Желаю удачи Посмотрим, что скажет судейство Мы очень часто видели на задней части бокс-арта Работы Саши Вот, сейчас мы ее видим вживую Давайте спросим у него, как он это сделал Что это за решение такое интересное Он единственный, кто здесь сделал диораму Ну, своего рода диораму И камуфляж такой своеобразный Саш, расскажи, пожалуйста Так, ну идея у меня пришла Благодаря нашим любимым товарищам Я посмотрел передачу «Военная приемка» В военной приемке Как раз была коалиция камуфляжная Но я загорелся идеей А когда подготовился к выставке Я нашел забор от тарана И думаю, дай-ка я сделаю такую подставочку Вот, ну в принципе модель опять же за два дня собрал И диораму сделал Не только собрал, но и диораму сделал Бетонные блоки поставил Заборы Что-то написал на заборе Там, а что там написано 24-8 Ну прекрасно Там были хулиганы, мы их отогнали Закрасили и все нормально было Ну понятно, а основание там доска разделочная Разделочная, купил, что попал Первый уже вечер, что увидел Все пойдет Какие краски тут? Ганза в основном Нанес базу Ну зип, лаки Ама и Ак Интерактив Что еще здесь, кроме смывок и всего остального Здесь пигментов полно Пигменты полно Брызги, потеки Грязь на дне Дно можно посмотреть Без проблем Я тороится? Ну да, все проработал Как положено Да, у нас спереди Грязь Грязь Везде О, все как надо Замечательно А, ну и антенку поставил Железную И тучи железной поставил И фотоотравление Микродизайн использовал Тучи у тебя заряженные, да? Да, все заряженные тучи А ствол у тебя не смараной? Не родной Родной Замечательно Ну и декали так решил поставить Думаю, пускай будут для яркости Да Так, спасибо тебе большое Я желаю удачи тебе Спасибо Да, посмотрим Что получится Из того содействия, которое было Спасибо Егор, модель вы закончили Я смотрю, она у вас фактурная достаточно Загрязнение Сколы, все есть Расскажите, пожалуйста, что вы тут делали? Ну, смотрите, я делал По инструкции от Мигеля Джименеза Хименеза Хименеза Кто его, как правильно называется Просто Мигель Просто Мигель Святой Мигель Его журнал Weavering Magazine What If Там он делал армату Пошагово В принципе, я попытался Воссоздать то, что делал он Что-то получилось Что-то нет Но, в принципе, я своим результатом доволен Вот Какая краска? Амо Миговская? А, ну, раз Мигель Значит, все Мигелевское Полностью Вот и да Все Ствол Ствол родной Родной На металлический не было времени А что он и не поставил? Не поставил В следующий раз Но это уже будет сборка месяца на два И это что за камуфляж? Откуда это? Где? Какие территории осваивал эта модель? Ну, так как я повторюсь Делал по журналу Мигеля Камуфляж? Выдуманный Выдуманный Испанцами Он делал армату сирийского варианта Вот Скажем так Вот их Их там нет Я показываю Вот модель Егора На всякий случай Если вдруг вы потеряли Среди всех этих моделей Так Спасибо вам большое Посмотрим, что скажет судейство Я желаю вам удачи Спасибо Да А можно еще? Да Мама, привет Еще одна готовая модель Все модели разные Как вы видите Боялись, что все модели будут зеленые Одинаковые Но это не так На этот раз цвет песочный Давайте у Тимофея спросим Что за краска Что за решение В общем, как он ее модель сделал Тимофей Спасибо Краску я подбирал Такую же, как на Танк Китай 90 Номер я не помню Но краска фирмы Томия Я их пользуюсь Обычно я пользуюсь красками Томия Что касается модели Модель брал в магазине Arma Model Со всеми дополнительными Аксессуарами Вот И вообще этот набор Очень порадовал Порадовал он Простотой сборки Не сложностью Скажем так Потому что Сборка шла достаточно долго В моем случае Я ее собирал Наверное Там 16-17 часов Вот А именно Тем комплектом Доп-оборудования Которые есть Здесь, например Реализованы Бортовые краны Из фототравления Здесь Смоляная система Управления Огнем И Подводку Я уже делал Соответственно Сам из подручных Материалов К системе управления Огнем Насколько я помню Экраны Из фототравления Вы сделали один Или еще есть Такие решения Я не знаю Я не смотрел Что делать Участники А просто Цель моя была Постараться По максимуму Реализовать тот набор Который Там Предлагался Звездой Вместе с Arma Models И здесь Мне удалось Пожалуй Все Кроме Ствола Пулемета Вот К сожалению Соответственно Мне не удалось Выполнить Полный объем Работ Мне не удалось До конца Сделать смывку Масляные точки И Камуфляж Я еще хотел сделать Значит По песочному цвету Коричневый Вот Но я в общем Об этом не жалею Потому что Та идея По Скажем Постройке Именно боевой версии Коалиции Которая стреляет Не просто Как-то Да А с помощью Системы управления Огня Она все-таки Была реализована Ну а впереди Много работы дома Друзья Видим еще Одну модель В зеленом цвете Как и положено БТТ Вот Сейчас Гордееву Александру Я дам слово Он расскажет Про свою модель Что он здесь Реализовал Какие у него Здесь были мысли Саш Вам слово Здравствуйте Модель была Изготовлена Как копия Той Которая стояла В этом году На выставке Армия Были изготовлены Заказаны Соответствующие Декали И надписи На борта Это та самая Которая была В этом году Изготовлен Ствол металлический Бортовые экраны Я сделал Пластиковые Потому что По времени Я понял Что я не успеваю Поковыряться С металлом Стравлением Модель очень красивая На самом деле Но она Очень чистая Выставочная Радная А кто помнит Это был в этом году На армии Там шел дождь Она мокрая На самом деле По задумке Она была Подтеки Дождя нужны Следующая модель У нас Вячеслава Шацкого Давайте мы его послушаем Хочу чтобы он рассказал Что он В этой модели Реализовал Какие приемы Какая краска И в принципе Какая идея Слав Модель Покрашена Краской Ганза Четырьмя номерами Ну смешанно Высветление С помощью Томиевского бафа Основная идея Возвращающаяся После учения модели По полю То есть Она Не грязная Она запыленная Скажем так А чем запылял ты ее? Пигментами Вайлдеровскими Русская земля И Индустриальная пыль А у тебя Я так понимаю Туча заряженная Или она Такая вот Разная Все заряженная И уже Отстрелянная Нет Тучи Я просто отсюда Не вижу Поэтому Да Тучи Все заряженные Это Тучи От От Менга Травленные Тучи Да Травленные Тучи От Менга Ствол он чей? Ствол родной? Ствол родной Пластиковый Смывка Высветление Применялись Масляные точки Ну и само масло Масляные точки Подтеки Смывка Томиевская Все делал Ойлбрашин То есть Все как положено За За фактурили Да Ванна обязательно Должна быть сделана Иначе Просто я знаю Многих моделистов Которые говорят Что Пылить Грязнить И Загрязнять Нижнюю часть Гусениц И саму ванну Смысла никакого нет Этого делать не надо Этого По большому счету Никто не увидит Надо или не надо Ну Это особенно Это хорошо видно На выставках Когда такие модели Приезжают И их ставят На стеклянные полки Друзья А теперь Самый юный Участник Этого действа Всего Сборка 24,8 Это достаточно Изматывающая штука Вот У нас В эфире Фичок Артем Он собрал Вот такую вот Прекрасную модель Давайте дадим ему слово Сколько тебе лет? Мне 13 лет Прекрасно Расскажи про свою модель Модель Як-3 В 47 масштабе От звезды Собирал С травлением Эдуард Применял только В кабине И Свои киша Сиди работают чуть-чуть В принципе Все Внутри кабину Ты Сильно Фактурил? Ну да Достаточно Какие краски Применял? Армпейнт В основном Ну это В основном Серый-голубой Цвет Там был И черный В принципе И все Спасибо тебе огромное Я желаю тебе удачи Судейство покажет Что к чему Как оценит Твою модель Так что Ты вообще молодец Спасибо Я бы сам Наверное Пока не решился На такое Вот Но Ты умница Да Удачи тебе И счастливо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Значит Традиционно хочу вас поздравить с таким титаническим Вернее с окончанием такого титанического забега Действительно мало кто сомневался Кто верил Что можно было За 24 часа поставить на стол Семь готовых коалиций Про авиацию все уже как бы забыли Хотя первые турниры собрали за 24 часа И это ставили под сомнение Что нельзя собрать хорошо модель Вот Поэтому огромное вам всем спасибо За то что вы В очередной раз совершили этот маленький Свой собственный человеческий какой-то подвиг Вот Удовлетворили свои модельские какие-то няшки, амбиции Вот И мне вдвойне приятно Что у нас сегодня состоялся такой сейшн двойной То есть танкисты вместе с авиаторами Не подрались, слава богу Вот Ну были так Провели приятные мгновения Я был свидетелем Да Я вас всех ценю И уважаю И берегу Как фонд Наш Модельный фонд Модельный генетический фонд Золотые руки России Потому что Потому что реально Вы Являетесь 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 мужчинами В полном смысле этого слова В том плане Что вы Ну не шалявали Патриоты Знающие историю Знающие технику Умеющие Работать руками Головой Вот Поэтому Скажем так Вы Надега И опора Этой страны В которой мы живем Однозначно Я могу Об этом много говорить Вот Ну Очень рад Что вы Есть такие Вот Классные счеты Авиации Сейчас смотрю Я просто Не видел Аж мысль уходит Шикарная Лавочкин стоит Просто боевая Такая машина Вот Поэтому давайте так Понятно Что все победить Не могут И есть Как бы Объективные Данные Есть цифры Которые Складываются В суммы Есть там Непонятные Для нас Для всех Общеарифметические Которые выдают Там сотые Тысячные баллов Вот И поэтому Кто Тот Кто Сегодня Не дошел До финиша И тот Кто Сегодня Дошел До финиша Но Не завоевал Первое Второе Третье Место Поверьте Что говорить Ваш плак Не меньше Да Ваш плак На самом деле Все победили Поэтому Что там Говорить Поэтому Я хочу Да Я хочу Сначала Вызвать Тех людей Которые Здесь Работали Не покладая Рук Так За активную Участие В турнире По экспресс-сборке Пластиковых моделей Собрать За 24 Часа Восемь Тягу К самосовершенствованию И верность Своему хобби Приглашается Азданоев Евгений Женя Большое тебе спасибо С таким же Текстом С таким же Отношением С душой Сердцем Былкин Максим Зато Маечка Есть Да С не меньшим Пиететом Антон Суслов Ну Сопрекин Денис Ты читаешь Свою фамилию Где Найди Сопрекин Найди Сопрекина Дениса Ден Леня Прятка Прилетел С рейса Выгрузил Людей И сразу К нам Давно Знаю Сергея Сергея Подушкина Давно Очень Давно Не знаю Когда-нибудь Мы сядем Просто все Вот так В кучу Старый Убеленный С сединами Моделисты Возьмем Нововскую Модель И ее Все-таки Сделаем За 24 Наконец-то Науменко Григорий Ты притащил Его сегодня Так? Я? Кто здесь? Поздравляю Спасибо Богдан Бахчгур Тоже Давно Уже С нами Растет На глазах Максим Берсенев Человек Который Рызман Саредный Пилотаж Пришел к нам Поздравляю Макс Так Щепляков Алексей Пикер Форева Да? Да Спасибо Артем Шклярский Спокойно Эти модели Лучше еще оставить Мы еще их продадим Сегодня На рынке Уже продали Уже продали Все? Аукцион прошел Вы пока считали Мы все продали Не знаю Гордость Переполняет Мое отцовское сердце Артем Федчук А я с кем как? Давай Стремнись Надеюсь Что в следующий раз Медаль для тебя Такую вот Тимофей Гловацких Аплодисменты Доронченко Егор Спасибо Спасибо Огромное Александр Гордеев Спасибо Слава Шацкий Спасибо Спасибо огромное За третье место В турнире По экспресс-сборке Пластиковых моделей Собрать за 23 часа 8 Тягу к самосовершенствованию И верность Своему хобби В категории БТТ Награждается Игорь Друян Поздравляю Спасибо Игорь Поздравляю Здраво Спасибо Вот у нас такой вот маленький Обелиск Обелиск Да Вот такая модель Игорь Инструкцию Мне привезут Мы свяжемся Модель сервис Органайзер Второе место Награждается Владимир Червонищий Диплом Неожиданно Поздравляю Кажется я не дотянул Ну да ладно Это к судьям Поздравляю Это к судьям Он в стекло Видит Между прочим Так И за первое место В турнире По экспресс-сборке Пластиковых моделей Награждается Фомин Александров Ну Медаль И Моделька От наших Спонсоров И от модель сервиса Большой футбол Ствол обрежешь Ствол обрежешь Ствол мне Достатанк туда Меха-кармата Дала-треприза Так вы думаете Что? Артем Поздравляю А то ты там в авиацию Смотри Где у блоков Готовы Вторую Пускай появится Питер В кружок Из-за мэр Да кто будет выручивать? Не важно Кто из кружки из Питера Ну а третью модель Ребят Мы перепутали С номер литров Тебе Спасибо А еще у кого нет карточек? У меня Виповских Кому? Мне можно? Сколько там? Клубные карточки Раздаваешь всем У тебя есть ароматская кухня? У меня нет Спасибо Зарегистрировать Да Зарегистрировать Личный кабинет Сколько времени у нас есть? Узбейте до дома доехать Кто как Александр Да И две еще Мы тут Мы тут Мы тут Сглупили Сглупили Первое место Награждается Аэрограф Модельку отдаю Модельку Посмотрим Спасибо Третье место Награждается Соловьев Алексей И Качный дебют Качный дебют В авиации Леша Поздравляю Спасибо Так Что там Третье место Ничего себе Поздравляем Зарегистрировать Чтобы ты уже Окончательность Спасибо А подожди Диплом Самое ценное Награждается Счастный Александр За второе место В турнире По экспресс-сборке Пластиковых моделей Спасибо Поздравляем Хорошо Диплом Медаль Ну и первое место Награждается Богачев Роман За первое место В турнире По экспресс-сборке Безданно Безданно Награжданно Заслуженно Поздравляю Спасибо Поздравляю Так Медаль надеваем Медаль надеваем Медаль надеваем Присуждены Присуждены Тем Кто их заслужил Но что касаемо Тре Здесь Огромный вопрос Дело в том Что условиями Этого турнира Было Первое Полностью Собрать Модель Полностью И не только Собрать А Покрасить И закончить Но к сожалению По ошибке Судей Третье место Присудили Моделисту Который Не закончил Даже свою модель Он Не дособрал Ее просто Я очень уважаю Богатчика Романа Юрьевича За его Сподвижничество За то Что он Такой прекрасный Человек На самом деле Ребят Он сам Очень сильно Расстраивался Он даже Отписался В соцсетях По этому поводу И там Официально Признает Что Третье место Было Одано Несправедливо Как организатор Юрий Романович Дал понять Судейской коллегии Что Результаты Как-то Не очень корректны Даже Для неискушенного Аннулировать Результаты Он не мог Так как Он Не был Судейской коллегии Но дать Причитающееся Третье место Шацкому Вячеславу Со всеми Медалями Призами В его силах С чем Он Его лично И поздравляет Я благодарен Ему За такое решение Я думаю Что это правильно И справедливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова